Сейчас блогеры стали такими же журналистами, только более фиговыми в плане работы с текстами. Они стали столь же ангажированы, и они превратились просто в плохое любительское СМИ. И мне, извините, точку зрения Путина интереснее читать человеком, который может его написать грамотно и хотя бы выстроить более-менее внятный текст, нежели это мне напишут, не будем называть этих людей, которые очень любят путешествовать, и объемные прически, например. Но мне интереснее прочитать будет, например, не его кривые фразы, а какого-то внятного анализа, который хотя бы сделает вид, что он в это верит и какие-то факты приведет, мне же это будет просто мнение какого-то человека. Вот нафига все блогеры полезли в политику, в решение гражданского проблемы? Хоть один политический пост найди у меня за три года, ни одного. Флог – это наша маленькая кухонька, на которой я могу свободно о чем-то поговорить в своей жизни, про моего кота, может быть, про моего бренда. Я могу… Это моя частичка свободы. Я не буду об этом писать на моей будущей работе, если я стану все-таки журналистом. Я не буду писать про своего кота. Но я бы хотела поделиться своими впечатлениями. Или, может быть, я нашла какую-то свалку, которая… Вот под моей мёфтой свалка. Я бы не хочу, чтобы она там была. Я напишу в своем блоге, если он супер раскрученный. И, возможно, на это обратят внимание другие СМИ. А писать про свалку в авторитетном издании – это нехорошо. По сути дела, как мне кажется, то, что случилось, и почему к блогерам такое отношение стало, оно же резко ухудшилось в последние пару лет. Мне кажется, что это связано очень сильно с коммерциализацией. То есть понятно совершенно, что пиарщики те же… Мы даже можем не говорить сейчас про политику. Пиарщики в какой-то момент увидели, что вот там есть прекрасный инструмент воздействия на аудиторию. Есть раскрученные блогеры, так пусть они про это напишут. Кто-то ставит пометку, например, в авторитетном, кто-то не ставит. Но это стало нарастать как снежный кун. Буквально три года назад какие-нибудь специальные пресс-блогер-тура. Это была очень… По большому счету это была редкость. Сейчас это такой один из серьезных, таких основательных, маркетинговых инструментов, которые даже красные директора применяют. Мне надо уже объяснять, почему блогеров надо сводить на пивной завод, там попоить, покормить, все показать. Вот. И что произошло, на мой взгляд? То есть я не говорю про всех. То есть мы говорим про общее отношение, общее настроение. И фактически это людей в некотором смысле развратило. Потому что хорошо, когда, например, это взрослый человек, профессионально состоявшийся, у которого это, ну вот, фактически это его кухня. Это возможно, если говорить о том, что ему интересно, показывать то, что ему интересно и так далее и тому подобное. Вот. Но за это время подросла такая юная поросль, которые считают, что им все все должны, да? То есть, в принципе, набрать себе энное количество подписчиков, особенно в пределах одного города, ну это же нифига не проблема, согласитесь, да? Я даже не говорю про какие-то там технологические вещи, а в принципе, ну молодняк, бодрый, тусуется. Ты пишешь про то, что им сейчас интересно, туса одна, и, в общем-то, вот она твоя, вот она твоя. И я блогер. И дальше вот это вот, ну вот этот скандал прекрасный в Новосибирске, про который, я думаю, все знают, с кактейбаром, да? Он очень характерный на самом деле. Потому что я блогер, мне все должны, как это с меня деньги будут брать. Вот. И это действительно формирует негативные отношения. Я-то на самом деле тоже считаю, но это твое личное пространство, это такой твой дневник, который открыт для других. Не суть важна эта. Фейсбук с диким количеством подписчиков у тебя и так далее и тому подобное. Но с одной стороны, действительно, как бы появилось очень много политической направленности, и не потому, что люди не могут молчать. Я никогда в жизни не поверю, что, например, прости господи, Оля Туханина пишет вот это вот, когда сидит домохозяйка и херачит, простите меня. Ничего страшного. В день по 10 постов про Украину, ну нет. Вот. Понимаете, это с одной стороны. И с другой стороны, вот этот вот бодрый, халявный молодняк, который подрос, все это вместе, оно действительно формирует имидж, но не самый приятный. Вот. При этом, как бы капитально, быстро-быстро, поговорю сейчас, Сережа, вот. При этом понятно, что есть капитальная разница между журналистами и блогерами. Понятно, что к информации доступ в каких-то ситуациях есть более быстрый у блогеров. То есть какие-то события, они могут осветить быстрее. Вот только у нас, извините, у нас 21 век. У нас само по себе как бы событие, оно… Ну, это не суть журналистики, я думаю, вот. Найти истоки, сделать более широкую информацию и так далее. Вот это журналистская работа, правильно? А не сказать только о том, что что-то где-то произошло. А блогеры – это чисто вот такая журналистика личности. То есть у него есть своя определенная позиция, он ни от кого не отложен, он только от самого себя. И ты, если знаешь, что это за личность, ты, ну, как бы, делаешь скидку на то, что это его позиция. Ну, вот. Мне она как интересна, вот именно как интернатива журналистской работе. И должны существовать и СМИ, и блоги, потому что это такие разные взгляды на одно и то же событие. Блогеры хороши тем, что они позволяют шевелить мозгами общественные массы. И, да, конечно, хотелось бы, чтобы это было в позитивном ключе. То есть если мы говорим о тех же самых городских проблемах, а в Омске это очень у нас актуально. Я думаю, только ленивый не знает фразу «не пытайтесь покинуть Омск», да, только ленивый, кто не открывал интернет. Вот, собственно, и что тут все так плохо, и что тут все так ужасно. Часто блогеры являются той движущей силой, которой и пытаются, не знаю, создавать какие-то, может быть, малоежные какие-то вещи, да, там, не знаю, там, создавать какие-то лекции, какие-то мероприятия. То есть от них действительно, да, там есть польза. У нас вот таких активных изданий настолько нет. Есть издание «Класс», да, оно, да, оно как-то тоже старается расшевелить, тем не менее. Я про молодежную именно аудиторию. А таких изданий, не знаю, как та же самая афиша, да, у нас нет там таких крупных, которые бы что-то делали. И они на фоне этого в нашем городе являются той движущей силой. А если говорить у нас про журналистов, ну, это мое мнение, как читателя, да, сугубо. Она сухая, неинтересная абсолютно. Один сайт берет новости с другого сайта. И журналистика – это мертвое тело. Но для меня журналистика – это мертвое тело. Я сухие факты прочитаю, абсолютно неинтересно написанные, иногда с очень сочными заколовками. А за интересными историями я пойду к блогерам. Я пойду посмотреть, да, туда и хорошие материалы, и хорошие фотографии, узнать что-то новое и интересное. У меня самого более-менее фото-блог, там такое путешествие, фотографик. Но я лично сам иногда вот смотрю, что происходит, и лично сам иногда не могу молчать. И я прекрасно осознаю, что тематика, тема моего блога, вообще мой блог, это эти вот люди, которые иногда, ну, прям, пыльцы, они вот эти, да, они не украшают. Но я действительно... Но ты это делаешь. Бомбанула, и удержаться уже не... Нет, это понятно совершенно. Я говорю, я говорю опять-таки, когда вся лента состоит исключительно из этого. Ну, это просто у кого-то выдастесь. Вся топ-страница ЖЖ, она из этого и состоит. А потому что обычно все это в топ-странице ЖЖ выводится, и не по естественным путям, и не сквозь. Ну, просто аудитория интересная перебила. Подождите, у нас тут правило, когда нужно поднимать руки. По стиле хотелось бы сказать, потом, по стиле, вы можете сказать. Сейчас ситуация с блогерами напоминает одно большое такое, ну, похмелье, что ли. Или, я не знаю, если... А была пьянка? А пьянка была, и пьянка началась, ну, не знаю, ну, в середине, наверное, нулевых получается. Она до сих пор идет. Ну, если мы возьмем там Штаты, там 2001 год считается, да, когда там начали в каком-то там университете изучать блогерство. Если берем Россию, тогда все были этим очарованы. Я сам был этим очарован, и я написал даже там дипломную работу именно по блогам, первой на геймеровском журфаке. И сейчас это получается действительно похмелье, по простой причине, что появились побочные какие-то действительные эффекты. То, что делает, допустим, там Вася или Леша, ну, это, мне кажется, именно то, что стоит делать. То, что делает отчасти Варламов, это тоже то, что стоит делать, потому что про эти все проблемы писать, ну, это все-таки нужно. Потому что об этом больше никто не напишет. То есть это получается канал доставки информации. Но действительно, когда из этого всего, из-за этой бешеной популярности, из-за этой пьянки и упоения тому, что ты блогер, не блогер, а гражданский журналист и со знаком равно, то и получилось похмелье в виде тех людей, которые считают, я блогер, мне все обязаны. У меня на аватарке стоит фотография в шарфике Билайн, и я написал пост про презентацию Михаила Слободина в Москве. За это он мне подарил айфон. В этом айфоне сейчас, и от меня люди отписались, потому что якобы я проплаченный билайнский блогер. Сейчас в телефоне, который подарил Слободин из Билайна, стоит сим Койота, которая придет к нам через месяц, к примеру. А деньги на блоктуру я прошу в мегафон. И что мы имеем? Что все люди, которые от меня отписались, они вновь подписались, меня отчитают и говорили. А вот мы думали, тебя купили. А мы тебя просто три раза перекупили. Вообще, не читая обычные блоги, которые пишут обо всем. Я сторонник тематического блогинга, поскольку именно тематический блогинг подразумевает более глубокое освещение любого термона, на который ведется блог, чем это сделает любой фроналист. Потому что если человек согласен на то, что он, ну, точнее так, если он является хитристом в какой-то области, он гораздо более глубже разбирается, чем любой фронт. Читает интересно, да, человек, ну, как-то, скажем, специализирован в какой-то теме, он понимает, либо в этом какую-то жизнь, либо он в этом работает, и блог для него как место, где он может поделиться этим. А есть блоги, ну, понятно, они по своему содержанию, просто их не читаешь, потому что, ну, либо это какой-то бред там на грани уже, либо это просто так человек выливает какую-то собственную непритворенность жизнью или еще что-то. Вот, поэтому, в принципе, существовать как одно, так и другое должно. Единственное, что, может быть, немного, как раньше было, не каждый человек вел блог, да. А сейчас, например, люди смотрят, а, ну, там, Федя, там, Петя, все ведут, ну, чего же я-то не веду, надо мне начать, наверное. Ну, наверное, все-таки не каждому надо начинать. Я хочу сказать, что вот сейчас все выступления так или иначе направлены на то, чтобы отследить одно от другого. Вот журналистикам, вот блогерам. Я проголосовал за журналистику из профессиональной солидарности в расчете на референции. Но на самом деле, будучи 18 лет уже профессиональным журналистом, как только появилась возможность вести эти соцсети, я с удовольствием с огромным, что ЖЖ, когда там еще кто-то жил, что сейчас Твиттер с Фейсбуком. Потому что это возможность, во-первых, реализоваться для себя не в формате того издания, в котором ты работаешь, да, а язык же, там, да, там, сейчас сформулирую, извините, ты сам определяешь язык, которым ты пишешь, ну, ты, не редакция определяет формат, а ты определяешь формат, это же ужасно тебе. Ты просто, да, просто рассказываешь ту историю, которую сам хочешь. Всем студентам, которые ко мне приходили еще, когда я работал в коммерсанте, я им всем по окончании практики говорил, ребята, пишите, пишите в блог, пишите в дневник, пишите хотя бы на заборе, ну, потому что вы набиваете руку, у вас вырабатывается стиль, вы, ежели вы все-таки надумаете стать журналистами, вы придете гораздо более подготовленными людьми, чем если вы будете просто читать ваши учебники. Вот, и вот это вот противопоставление, да, оно действительно несколько лет назад, оно имело место быть, потому что, да, вот, то, что я, когда появились гражданцы, люди, которые называют себя гражданскими журналистами, выглядело странно это. Выглядело точно так же странно, как, например, там, я не знаю, народная масса Севастопа или что-то в этом роде. Но потом как-то все это естественным образом рассосалось, конфликт пропал, выяснилось, что если человек соцсетями сфотографирует аварию, ну, все что угодно, что имеет значение, он вводит фотографию те же самые СМИ и купит, и его сфотографирует, да, и его сфотографирует, да, вот, поэтому... Ну, про Бракса надо было говорить. Вот я сказал. Ну, это пример того, как отдельные люди ведут себя плохо, это не тенденция. Вот, так что в целом, в целом, мне кажется, опять же, да, в условиях усиливающегося государственного контроля, как над этим столом, так и над этим столом, мне кажется, имел бы смысл отговорить и подумать об условиях сотрудничества, о том, как бы нам еще сильнее друг друга, ну, спасибо. Спасибо вам, что это достойное аплодисменты. Субтитры создавал DimaTorzok